Привет, это канал I Like Pet и в этом ролике мы расскажем вам про китайского чунцин. Китайский чунцин, или как его еще называют китайский бульдог, редкая древняя порода собак. Ее история насчитывает практически 2000 лет. Издавна в Китае представители породы использовали для охраны дома и помощи в охоте. Сегодня китайские чунцин ценятся заводчиками не только за свои отличные рабочие качества, но и за добродушный и преданный характер, который делает их великолепными домашними питомцами. Эта порода называется китайский чунцин. Это аборигенная порода, завезенная из Китая. Они такие же аборигены, как и тибетские мастифы. И они являются охранниками и охотниками за некрупной дичью. Они прекрасные в общении, они очень общительные, они любят очень работать. Эта собака многофункциональная, она будет и в кроватке с вами нежиться и охранять вас. То есть это такое универсальное сотрудничество. Китайский чунцин имеет крепкое тело средних размеров. Рост в холке у представителей породы обычно составляет от 35 до 50 сантиметров, а вес, как правило, колеблется от 15 до 25 килограммов. Китайский чунцин и собаки однотонного коричневого окраса. Допускаются разные оттенки. Китайский чунцин – уравновешенная и умная собака. При правильном воспитании и социализации с самого детства, во взрослом возрасте она отлично уживается с другими домашними животными и хорошо ладит с детьми. Все зависит от воспитания в семье. У нас они не конфликтуют. Если суки живут в разных домах, у них могут возникать конфликты, но поскольку мы знаем, как это избежать, да, то суки у нас не конфликтуют. Если кто-то неопытный заводчик будет, ну или человек-хозяин будет, то суки могут конфликтовать, но это как в любой породе. Тем более, что это все-таки охранники и защитники. Но это не доминантная порода. Они не будут весь нарываться сами на скандал, если их с детства к этому не приучили. Уход за китайским чунцином не доставляет особых хлопот. Необходимо следить за состоянием глаз, ушей и зубов животного. Вовремя чистить их. Особого внимания также должны быть удостоены морщины собаки. Их нужно постоянно проверять на наличие загрязнений. Китайские чунцыны рождаются либо с короткой шерстью, либо совсем без нее. Поэтому в зимнее время на прогулке собаку нужно одевать в теплую одежду. Зимой просто холодновато, поэтому гуляют быстро, но мы редко одеваем собак во что-то, поэтому они гуляют так. Если в городе, то желательно мыть лапы, потому что химические ожоги, они вообще без шерсти. Ну и вот отсутствие шерсти, породная черта и так и должно быть. Средняя продолжительность жизни собак породы китайский чунцын составляет от 15 до 18 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!